Ты несешь чушь, губернатор плохой. Зачем нам все это в нашем шоу? Всем привет! Это программа «Двано и дно» и ее ведущие Владимир Капустинский и Павел Дмитриев. Вчера, ну как вчера, в среду, советник губернатора Антон Сергеев выступил на эхе Москвы. И одной из главных тем стало обсуждение зарплаты аппарата администрации Псковской области, которые были опубликованы на прошлой неделе и которые мы там обсуждали. А Сергей защищал их, да, как-то оправдывался? Там, я скажу тебе, защищал не только Сергеев, но и ведущие. Это и программа, но не суть. Да. И какие были основные тезисы советника губернатора? Что, в общем, не разобрались, да? Да. Ну, как по фактам, он там рассказал, что, в общем, это был премиальный фонд, насколько я понял, что вроде как это речь идет не об окладах, а вот о доходе. И там был премиальный фонд, он сказал, что в прошлом году администрация в своей области что-то как-то хорошо поработала, и вот им большие премии выплатили. Вот, в общем, такое было объяснение по фактам. Если убрать все вот шутеечки. Да, и что, и не разобрались, и жену там вопри плели, и вообще шашками помахали, а федералы те еще лентяи не проверили. Да. Но в эфир позвонил еще предприниматель Игорь Савицкий, который выступил со стороны критиков этих зарплат. Он высказал, сказал, что у него есть три тезиса. Со стороны адекватного населения? Ну, да. Города и области. Он, во-первых, сказал, что зарабатывают слишком много, и, допустим, он предложил, чтобы был какой-то коэффициент, например, к зарплате региональной для губернатора, а все остальные получали бы меньше. Ну, то есть, предположим, губернатор бы там в месяц, там, тысяч, девяносто, сто там, допустим, получал, а все остальные получали бы, ну, точно меньше губернатора. Мы это обсуждали в прошлое раз, что у них сейчас можно зарабатывать больше губернатора по правилам. Потом Савицкий сказал еще, что непонятно, кто там что делает, то есть, может, кто-то что-то и делает, но в целом непонятно. И еще он сказал, что в реальном секторе многие бы, кто там зарабатывает большие деньги, и 10 рублей бы не получали. Как это прокомментировал Антон Юрьевич? Никак. Ой, он как? Он посмеялся, он посмеялся. Мне только что понравилось, что он прокомментировал ту фразу, что, типа, непонятно, кто как там работает. Он сказал, ой, да я там что-то был в реальном секторе, там тоже много бездельников. Слушай, Антон Юрьевич, это становится моим любимым персонажем из чиновников областной администрации. Просто человек приходит и говорит, я работал в 90-е, я за отсутствие цензуры, это все, я отвечаю за медициную повестку в тот же день или через день в СМИ, которые контролируют область, которому администрация обошляет, что писали все как надо, цензурируется целый блок про губернатора. Но Антон Юрьевич говорит, да мы за свободу слова, без цензуры. Тут ему говорят, слушайте, какие-то у вас большие зарплаты. Он говорит, ну, так не разобрались. А они там еще спрашивают, а что там, трудно людям пояснить? Ну, объясните, вот почему. Он говорит, ну, а когда, говорит, Антон Юрьевич, я мог это сделать-то? Я же не знал, когда эти отчеты будут выложены. Их выложили, и все, я уже не успел. Вот такая мотивация. То есть, условно, какой-нибудь там турчак. Ой, написали, что там виллу у меня нашли в Ницце. Ой, я не успел ничего объяснить-то, а что теперь делать-то? То есть, то, что постфакту можно выйти к людям и как-то их немножко успокоить, снизить накал, мы как-то не рассматриваем. Ну, он попытался вот в этой программе, он вроде как же вышел, но при этом он ничего, по сути, не объяснил. Кроме того, что это премиальный фонд, он очень был, я так понимаю, большой в прошлом году. Что на самом деле, оклады там небольшие. Мне, знаешь, что больше понравилось? Что, когда ему говорят, что, типа, там, наверное, находится много людей, которые получают много денег и ничего не делают. И он не говорит, это неправда. Все работают, он говорит. И в реальном секторе тоже много без денег. Это интересно. Ну, ладно, в реальном секторе они получают деньги от предпринимателей. Там, как бы, это выбор предпринимателей, платить этим людям деньги или не платить. А здесь эти люди получают из бюджета, если Антон Юрьевич. Антон Юрьевич, уже пора выучить. Антон Юрьевич знает, что есть ли какие-то и бездельники, судя из его слов. Нет, на самом деле. Может быть, стоит как-то с этим разобраться? Он тоже так, знаешь, говорит. Ну, с другой стороны, опять же, медик, он отвечает. Говорит, в информуправлении у нас люди с утра до вечера работают. Они должны бы некоторые и поболее получать. Ты знаешь, я, может быть, с этим бы даже и согласился, если брать вот тех людей, которые ездят там за губернатором и пишут вот эти вот на Псковру, например, какие-то заметки. Я с этим, может, даже согласен. Меня давно-давно звали работать туда и мне предлагали зарплату очень небольшую. Я так понимаю, что они примерно и получают там в районе 25-30, может быть, тысяч. Я думаю, даже, может, и меньше. Стоп, ну так о других новостных агентствах. Там люди что, не сидят, по вечерам не дежурят, выходные не работают с утра до вечера? Работают. Конечно, точно так же работают, они не получают таких денег. И я, кстати, понимаю, почему выйти и объяснить людям, что у нас там премиальный фонд, премия, это еще, почему это так не делается? Потому что еще хуже. Это же не меня, это никакую абсолютно картину. Не зарплата у нас, у нас зарплата и то больше, чем у вас, но мы еще сверху и премии такие-то расписываем. Это еще может больше даже людей раздражать, чем вы там все премии выписываете. Тут-то все логично. Мне еще иначе нравится, что Сергеев говорит, ну, у нас специалисты, а я лично, и ты в курсе, что один из чиновников администрации города, узнав об этих зарплатах в администрации областной, мягко говоря, удивился и добавил, что есть очень большие вопросы по компетенции этих. То есть, знаешь, сотрудник аппарата, то есть, есть такой сосед, получающий там дофигища, а рядом, в принципе, делающий то же самое, на той же работе, ну, там, получает намного меньше и просто удивляется, как так, почему у них за забором, все иначе. Ну, еще в программе прозвучало, что к Сергееву есть вопросы у стражков, как вы сказали, администрации, что, мол, там есть вопросы, приехал из Москвы и указывает нам, что делать, как работать. Ну, он тоже посмеялся над этим. Ну, а что он вообще делал? Сергей, это такой образец чиновника, который приезжает нам в область, такой, в рубахаха, парень, шуточки, то еще ни на что не ответить, и таких много. Это, знаешь, как гремлина кинули в озеро, и он там начал пучковаться, и вот тут, тут, тут. Нет, к этому вопросу, здесь к нему вопросов, мне кажется, никаких. Это такой лекалоб, которым сейчас много чиновников, образ такого чиновника. Мне кажется, все логично. Футбольник Лубсков, который был переименован в этом году и теперь играет, как это называется, 3-я лига по МРО, МРО, да, который не остался во 2-м дивизионе, вот то, что называется ПФЛ, и выступает плохо. Да, они стартанули, у нас в городе-то сколько развлечений, раз-два я общался с этим коронавирусом, да, и тут начал команда, команда начался сезон, да, они во 2-м дивизионе, но в 3-м, ну, 2 стартовых матча, подопечные Игоря Васильева проиграли, за эту команду все равно следишь, хочешь ты или не хочешь, потому что город маленький, что тут происходит у нас, вот. Ну, проиграли в 2-х стартовых играх и проиграли клубы со смешным названием Санкт-Петербургский кружок любителей спорта. Ну, сейчас такие времена настали на спорте, ну, что поделать? Ну, по-моему, во-первых, многие лидеры Пскова уехали сейчас в Луки, которые остались дивизионом выше, я думаю, что в этом причина, что команда заново должна сыгрываться, какая-то молодежь играет, я так понимаю, что играют там ребята 22-х лет, 23-х лет, молодые. Да, да, сейчас дядек, скажем так, стало меньше, конечно, это на результате сказывается, я за командой не особо слежу, в том смысле, что сейчас на стадионах-то нет, они не во Пскове играют, там непонятно, они следующий матч придут дома, вот, у них запланирован первый домашний матч с Электроном, там, там, на сентябрь, но не факт, что у нас пройдет, там... Они должны победить в этом МРО, чтобы выйти? Нет, они ничего не... Ну, тоже странная ситуация. Вообще, есть по спортивному принципу, есть такое правило, ты поднимаешься во вторую лигу, если ты выиграл либо Кубок МРО, либо Чемпионат МРО, либо сейчас вроде еще можно Чемпионат области по футболу выиграть, то тоже тогда поднимаешься. Но вот эту команду, которую, повторюсь, я не очень видел, видели мои знакомые, друзья, которые говорят, что, ну, какой Чемпионат области они не выиграют, какой там МРО. Но мне кажется, извини, мне кажется важно, что вот этой командой сейчас ничего не надо ждать, их не надо критиковать никаким образом. Сейчас такая ситуация странная, как у нас были последние сезоны Псков-74-7, так и сейчас этого клуба ПК Псков, когда цифры вообще не имеют никакого значения. Ну, вот это удивительная ситуация, потому что выйти дальше мы не сможем в первый дивизион, подняться в тройку тоже едва ли в чемпионате сможем, поэтому смотреть, как мы там 1-2-0 выиграли или проиграли, какая разница, если бы можно было прийти посмотреть на игру классную, которую у нас нет, а мы играем по лекалам, которые бей мяч вперед, комбинация придет, как многие другие команды в дивизионе, тоже нет какого-то смысла ждать какой-то классной игры, поэтому команда, во-первых, просто должна быть, вот тут такая данность, и надеяться, что появится какой-нибудь молодой талант, может, даже два, чего у нас уже не происходило очень давно. Оно вроде как работало, не очень, может, хорошо, но работало, а потом поменяли название, и как-то все это рассыпалось в одночасье, я вот этого не ждал. У меня вопрос, а многие ли думали, что, например, мы потеряем статус на 2-м дивизионе, когда вот эта все реформа проводилась, мне кажется, вообще вопрос как-то забылся, потом, ой, нам же надо будет в МРО теперь играть, ну что поделать? Главная тема этой недели и прошлой недели – это отравление оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас в Германии, лечится он сначала в Омске, его чуть больше суток держали, потом под общественным давлением отпустили его в Германию, и, в общем-то, немцы подтвердили отравление. Ну, ты же следишь, да, за Навальным, за его карьерой? Я слежу за Навальным, когда он выпускает свои, в общем, фильмы, потому что я, допустим, не подписан на его блог, не смотрю каждую неделю его программы, но какие-то вот эти фильмы, которые вообще известны, я, конечно, смотрю. Я, кстати, не смотрю эти расследования уже, потому что, и, кстати, многим, конечно, так уже делают, потому что нет реакции на них, и постоянно слышать какое-то громкое расследование, а потом, ну, как вода в песок уходит, многие так сейчас уже не делают. Я тоже по-настоящему на мысли, что я какую-то супергромко посмотрю, но все за всеми я не слежу. Ну, речь сейчас не о расследованиях, речь, в общем, о, скорее, о том, что, как реагируют, может быть, даже и СМИ на то, что вот оппозиционного политика отравили, что есть, вот, допустим, СМИ, которые называют Пригожинскими, там целая ветка СМИ, которые пишут об этом, что он там пил там, купался, в общем, еще какие-то причины, по которым человек может впасть в кому, по мнению этих СМИ. И мне понравилось, что, когда Любовь Соболь, соратница Навального, комментировала РБК, то, что Пригожин собирается все еще взыскивать, там, огромный долг какой-то, РБК написал, что Любовь Соболь отказалась предоставить нам комментарии, не содержащие личных оскорблений в адрес Пригожина. Это было так хорошо, и СМИ хорошо сделало, и Любовь Соболь, в общем. У меня по этой ситуации чисто человеческие вопросы, например, вот, во-первых, чтобы Алексей выздоровел, да, все держим кулаки, и, первое, что мне вот интересно, будет ли завезено уголовное дело? Я так понимаю, не будет. Сегодня прокуратура объявила, что нет оснований для уголовного дела. То есть, когда он называет кого-то там халуями, да, и ветерана, заскорблен ветерана, заводят уголовное дело, там они находят повод завести, а здесь нет. Ну, замечательно. Есть такая фраза, которая приписывают там разным, кто-то парагвайскому там диктатору, кто-то испанскому, о том, что друзьям все, врагам закон. Да, да, да. Вот, в общем, это такая примерно ситуация, когда человек могут даже отравить жестко, но при этом дело уголовного не заведут. Но мы желаем здоровья Алексею Навальному, естественно, как и любому человеку, который в такой ситуации может... Еще реплика. Как-то меня бесит эта система, когда он только попадает в Лондонскую больницу, и надо, все понимают, что он срочно транспортировать в нормальную клинику, и мы говорим, да никаким образом нельзя, вы что, он должен здесь оставаться. Через пару часов, когда он, я так понимаю, начинает звать Меркель, там другие, оп, удается договориться о том, что через полтора-два часа его можно уже отправлять. То есть нам просто врете, изначально нам врете, что его нельзя переводить, а потом, когда вам дают отмашку, вы говорите, ой, да, все можно. Вот эта вот ложь, которая постоянно льется на нас со всех сторон, на нас же немножко надоела. Ну, с другой стороны, конечно, омские врачи изначально его вытащили, он бы погиб, если бы не скорая помощь, если бы не пилот самолета. Так что, ну да, то, что делает главврач омской больницы, это вызывает вопросы. Но тут, тут что можно сказать по этой ситуации? Только, чтобы Алексей выздоровел, вышел из комы, и остался, в общем, политиком деятельным, чтобы эта кома не сказалась там на его здоровье. Вот. Всем пока! Всего доброго, ставьте лайки, что насчет нам надо ставить? Подписывайтесь на наш канал и комментируйте видео. Да, слушайте, что говорит этот человек. Всего доброго! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...